В Верховном суде Карачева-Черкесии прошла конференция, посвящённая пятилетию создания кассационных и апелляционных судов. Участниками мероприятия стали представители судебной системы республики, а также педагоги и студенты юридических вузов региона. Подробности в сюжете Артур Мкце. Пять лет назад в России было проведено реформирование судебной системы. Работа кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции позволила оптимизировать судебную нагрузку, сделав это по принципу экстерриториальности, подчеркнув таким образом независимость и беспристрастность принимаемых решений. В Верховном суде Карачаев-Черкесии пятилетие столь важного шага отметили проведением конференции, на которую пригласили работников судов и прокуратуры республики, педагогов и студентов юридических вузов. С принятием федерального закона ФК номер один от 2018 года в структуре судебной системы Российской Федерации появились кассационные суды общей юрисдикции, апелляционные суды общей юрисдикции. Они внесли огромную практическую значимость в нынешнюю судебную систему. И признав важность этой темы, мы посчитали, что можно провести вот такой научно-практический круглый стол и обсудить все за и против работы кассационных и апелляционных судов за пять лет прошедшей работы. Выступая перед участниками конференции, председатель Верховного суда республики Нарус Лепшоков рассказал о роли и месте кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции в судебной системе России. У сегодняшнего мероприятия особый статус – это торжество науки и практики. Статус сегодняшней конференции направлен на обеспечение сотрудничества и желание плечом к плечу решать общие задачи, стоящие перед нами. Представители высших учебных заведений выступили с докладами о значимости судебной реформы, всех ее за и против, о практике рассмотрения уголовных дел и материалов общей юрисдикции и о многом другом. Своим видением по некоторым вопросам, а также причинами выбора профессионального пути поделились студенты юридических вузов. Поднять самосознание и юридическую грамотность населения. Что бы вы конкретно предложили? В первую очередь предложил бы я гражданам Российской Федерации в полном мере ознакомиться с конституционными правами и свободами человека. А далее я бы, скорее всего, в качестве законодателя ввел какие-либо профилактические меры, которые помогли бы с изучением каких-либо прав и, скажем так, свобод или же обязанностей гражданина Российской Федерации. Я выбрала профессию юриста, исходя из того, что мне было интересно разобраться в российском законодательстве. Также я считаю, что это наиболее подходящая профессия для того, чтобы помочь людям, гражданам в стране. Думается, такой формат общения в рамках научной конференции оказался полезен как гостям Верховного Суда Республики, так и действующим работникам судебной системы. Артур Махцемиха Кракелян, Вести Карачао, Черкесия.